Харе Кришна! Доброе утро тем из вас, кто сейчас в Северной Америке! Я счастлив снова быть с вами и рад, что у меня есть эта возможность общаться с вами. Я хочу сделать несколько предварительных объявлений, прежде чем мы начнем сегодня утром. Первое, как я упомянул в письме, у нас будет новое расписание, и расписание, которого я решил придерживаться, таково. Я буду проводить онлайн-сессии четыре раза в неделю. Однако в понедельник у нас будет сессия для преданных из Северной Америки, а в среду для преданных из Восточной Европы. И я намереваюсь более-менее сосредоточиться на Джапе в понедельник и среду. Я думаю, что сейчас многие преданные уже вернулись к работе, и поэтому мне хотелось бы предложить это служение и выделить как можно больше времени для Джапы. И я не буду говорить так долго. Я буду говорить, может быть, 15 минут. И затем мы будем вместе повторять Джапу. И затем в субботу и воскресенье, в субботу для преданных из Северной Америки и в воскресенье для преданных из Восточной Европы у нас будет и лекция, и Джапа, потому что это выходные дни. Вот так я планирую организовать наши сессии четыре раза в неделю. Понедельник, среда, суббота, воскресенье. И, как я сказал, в понедельник и в среду мы будем больше сосредотачиваться на Джапе и меньше говорить. А в субботу и воскресенье больше сосредоточимся на лекции и столько же времени посвятим Джапе. Итак, у меня просьба. И просьба такова. Расписание, которому я следовал, сейчас в Северной Америке 7.15 утра. И если кто-то из вас чувствует, что вам хотелось бы проводить эту сессию раньше, для меня это нормально, для меня это не проблема, потому что сейчас у нас здесь 5 часов вечера. Я хочу быть с вами во время вашего времени для Джапа, по понедельникам и средам. И если вы чувствуете, что лучше было бы раньше, то вы можете сообщить мне, вы можете написать в чате этой сессии, и я приму это в расчет. Но, пожалуйста, учитывайте, что некоторые преданные в Северной Америке находятся на западном побережье. Итак, если вы хотите проводить сессии раньше, это значит, что для них это будет раньше, чем 4.15 утра. Но, пожалуйста, скажите об этом, выразите ваши пожелания, и я подстроюсь соответствующим образом. В противном случае, расписание останется таким, какое оно есть, по понедельникам и по субботам для преданных из Северной Америки. Вот все, что я хотел сказать, и это уже заняло какое-то время. И для меня, чтобы вернуться назад и обобщить то, о чем мы говорили ранее, мне, вероятно, займет целую сессию, может быть, больше, чем сессия. Дира, у меня теперь больше экран, поэтому, когда ты пишешь что-то в чат, я могу легко это читать. Дира пишет, это очень хорошее расписание такое, какое оно сейчас. Я увидел этот комментарий. И последний стих, о котором мы говорили, если я правильно помню, я полагаю, иногда память меня подходит, я полагаю, что это был стих, о боли и о том, как мы можем понимать, что эта боль является величайшим блаженством. Мы говорили по стихе 167. «Подобно плачу птицы Чатаки в засушливый день». Санкиртана имен Господа проявляется, когда человек испытывает слишком большую боль. Я не буду сейчас это обсуждать, у нас была большая лекция на эту тему, и это была наша последняя сессия, насколько я понимаю. Мы описывали ситуацию, затем, когда Кришна испытывал большую раслуку и устроили так, чтобы его привести в Нававриндаван, и серия событий, которая произошла в Нававриндаване, и наблюдение за этими событиями, которые принесло боль Нарадамуни, потому что Нарадамуни был смущен, ощущая, что он причинил слишком большую боль Кришне. И затем Кришна послал Нарадамуни, чтобы он пришел. И Господь поблагодарил Нарадамуни за то, что он пробудил эти воспоминания в нем о самых сокровенных преданных в Абрадже. И Господь сказал, что он считает это самым прекрасным служением со стороны Нарады, и поблагодарил его за это. И мы приводили также другие примеры, которые приводит Саната Нагасвами о боли и о том, что кажущееся страдание преданного в разлуке – это высочайшее блаженство. И мы приводили примеры, которые использует Саната Нагасвами при Хадбагаватамрите. Я думаю, что мы также объяснили, мы процитировали Санат Нагасвами, что все эти вещи невозможно полностью познать, когда их произнес просто словами. Но полностью понять их можно только через тот опыт, который испытывает преданный по милости Господа и по милости преданных Господа. Вот это краткий, краткий вывод. Это была наша последняя тема. И следующий стих. Я думаю, что мы читали этот стих, но мы о нем не говорили. Если мы разбирали этот стих, я не помню этого. Это 168 текст. Удивительным образом многообразная сладость Санкиртаны… Прошу прощения. 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 Удивительным образом многообразная сладость Сан-Киртани проявляется только по милости, проявляемой различными прекрасными способами Господом, удивительным океаном различных рас, игр. Эта сладость никогда не может быть достигнута собственными усилиями. Я прочитаю еще раз. Удивительным образом многообразная сладость Сан-Киртани проявляется только по милости, являемой многообразными прекрасными способами Господом, удивительным океаном разнообразных рас, игр. Эту сладость невозможно достичь своими собственными усилиями. Комментарии. Преданные, которые предпочитают медитацию в Сан-Киртани, могут возразить, что воспевание на виду у людей рискованно по нескольким способам. Завистливые люди могут захотеть вмешаться, или человек может поддаться искушению, завоевать популярность. У человека может не быть необходимой физической силы, или он может быть слишком болен, чтобы воспевать должным образом. Эти опасности не проявляются, когда преданный просто сосредотачивается на Верховном Господе, в уединенном месте. Это их аргументы. Отвечая на это возражение, посланники Вайкунтхи говорят, что нама Сан-Киртана не может быть прервана какими-то препятствиями, поскольку она развивается по милости Господа, а не благодаря усилиям человека. Никто не может забрать то, что преданный обрел, как дар от Господа. Это истина не только для Сан-Киртаны, но и для всех девяти методов Бхакти. Первое, о чем я подумал, прочитав этот комментарий, это стих о Юрхараде Вайпумсах. Не знаю, почему именно этот стих мне вспомнился. Этот стих говорит, что с каждым восходным закатом Солнца уменьшается продолжительность жизни для каждого, кроме тех, кто посвящает свое время обсуждению игр Верховной Личности Бога. Я подумал об этом стихе, потому что Солнце забирает продолжительность жизни каждого, но Солнце не может собрать жизнь преданного, который отдал свое время, свой ум, свои мысли и свои слова Кришны. И поскольку преданной, которая дает свой ум, слова в служении Кришны, получает благо от Кришны. И Кришна, очевидно, освобождает его от повторяющихся рождений и смертей. Кришна дарует ему, дарует ему себя, в конце концов, тому, кто полностью погружен в размышления о нем и пометования о нем. И все, что отдает Кришна, не может собрать никто другой. Так или иначе, этот стих пришел мне в голову, и я стал думать о разных ссылках на этот стих, как его использовал Шила Прабхупада. И я хотел прочитать вам одну из этих ссылок, хотя я нашел несколько. Прошу прощения. В комментарии к этому стиху Прабхупада говорит, «Конечный вывод ведических писаний заключается в том, чтобы осознать Личность Бога, Господу Кришны, так, как говорится в Бхагавуд-гите, витаящая сарвара хамэва битля. Возврат денег гарантирован, если человек отдает их как пожертвование. Подобным образом, мгновение в обществе чистого преданного, посвященное слушанию и воспеванию славы Господу, гарантирует вечную жизнь и возвращение Господу». Другими словами, преданный Господа гарантированно опретает вечную жизнь, и старость или болезнь преданного в этой жизни не являются препятствием к этой гарантированной вечной жизни. И затем Прабхупада говорит в лекции, «Восход солнца, заход солнца уменьшают продолжительность нашей жизни». Это очень хороший пример. Задача солнца в том, чтобы забирать часть вашей жизни. Это то, что делает солнце, но оно не может забрать часть жизни преданного, потому что преданный будет жить. Это движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы дать живому существу вечную жизнь, Утамашлока Бархи. Утамашлока — это Кришна. Итак, один из примеров, который приводит Шила Прабхупада, он говорит, что все, что дает Кришна, это невозможно собрать, никто не может собрать это. И Санат Нагасвами также объясняет в комментарии, что не существует препятствий для преданного. все, что он получает по милости Господа, невозможно собрать ни в каких обстоятельствах. также в наших прошлых встречах. Я помню, что мы говорили на тему о том, как Бхактистанта с распати говорил, что Кришна в форме Своего имени принимает инициативу. И мы говорили о том, что это значит, что Кришна проявляет инициативу. что побуждает Кришну проявить инициативу и дать что-то Своему предному. И, конечно, мы знаем, что Кришна во многих местах Бхагавад-Гите Он говорит, что Он проявляет инициативу по отношению к тем, кто всегда погружен в размышления о Нем. Он проявляет инициативу ко всем предным, кто стремится служить. Приводится много разных примеров. Другими словами, Кришна проявляет инициативу, чтобы дать предному не только реализацию, но отдать самого себя тем, кто погружен в мысли. И это навело меня на размышление о том, что так же, как Кришна проявляет инициативу спутники Кришны, и мы тоже использовали этот пример, спутники Кришны также могут проявить инициативу, они также могут пролить милость от имени Господа. Его вечные спутники готовы и доступны для тех, кто погружены в мысли. Особенно они привлекаются настроением служения предного, и не только этим, но и молитвами предного, тем, как Он предлагает Своё сердце, Свои мысли. И так же, как Кришна в форме Своего имени проявляет инициативу, и мы приводили пример, когда говорили на эту тему, как Шримати Радхарани проявила инициативу, послав Гопа Кумарна к Браману из Матхура, и так же, как Шримати Радхарани проявляет инициативу, подобным образом, близкие спутники Господа, такие как Рупа Манджари, Рати Манджари, Рупа Госвами, Рагунат Дас Госвами, Санатана Госвами, все они доступны, и они так же могут проявить инициативу к преданному, кто искренне им молится. И когда они проявляют инициативу, они так же дают что-то, что у них есть, преданному, искреннему преданному, который погружен в мысли о них, и помнят их, и молятся им. Очень сильно зависит от их милости, зная, что без их милости, очевидно, я не могу достичь своей желанной цели. Я нуждаюсь в милости, нуждаюсь в силе, нуждаюсь в помощи. Если я посмотрю на свою квалификацию, то, как я на свои недостатки силы, на свои недостатки, на свой недостаток решимости, я понимаю, что у меня нет надежды обвести эту милость. Нет надежды, мне нужна милость. И когда преданный больше погружается в эти мысли и молится, тогда, несомненно, эти спутники Господа так же могут проявить инициативу от имени Господа, от имени объекта их поклонения, они могут дать нам помощь и поддержку, чтобы преодолеть препятствия, с которыми мы сталкиваемся в материальном мире. И я подумал о том, что говорит Бахтинот Такур, и я на этом остановлюсь, потому что я уже говорю больше, чем 15 минут. Но я хочу привести ссылку на Бахтинот Такура, которая мне очень нравится. Да, это слова Бахтинот Такура. Бахтинот Такура в книге Бхагавата, философия, ее философия, этика. Он говорит, через духовных учителей, после того, как они уходят, после того, как они уходят, они проливают свою милость на живые существа, великие мудрецы прошлых веков, которые живут сейчас. Если к ним обращаются, они помогают предному в его развитии. Об этом говорит Бахтинот Такур. И становится очевидным, что благодаря смиренному вопрошанию и молитве спутники Господа могут дать свою милость. Даже хотя они могут не присутствовать физически перед нашими глазами, но хотя они могут не присутствовать физически, несомненно, они готовы, и они могут проявить эту инициативу. и даровать дар тем, кто искренне обращается к ним. И этот дар также невозможно забрать. Итак, у нас есть надежда. Есть другие свидетельства, которые я мог бы прочитать сегодня. Я не буду их читать, может быть, прочитаю в следующий раз. Но эти свидетельства говорят о том, что в Санкиртане воспевание, санкирта на воспевание — это способ пробудить эту милость. И сегодняшний стих — это уже достаточное свидетельство. И также комментарий. Итак, вот мое небольшое выступление сегодня. Сейчас мы будем повторять джапу, и я очень кратко обобщу свои объявления в конце сегодняшней сессии. Продолжение следует... На этом я хочу завершить, но короткое объявление. Для кого-то из преданных это может быть актуально. Я видел, что Индулекха опубликовала объявление, написала, что сегодня благоприятный день годовщина установления Шиши Радхи Гопи Валопи. Несомненно, это очень благоприятный день. Я думал, что это будет на выходных, я не знал, что это сегодня. Несомненно, для некоторых из вас это очень благоприятно, особенно тех, кого я обижу, их слуг, кто были их слугами в то или иное время. Я вижу нескольких из вас. Несомненно, этот Хира Прабух был их слугой и, надеемся, по-прежнему, их слуга Лакшми Мони, их слуга служила им в бостонском храме с большой предностью. И в Раджалалана, я видел ее здесь, она также совершала служение Радхи Гопи Валопи. Нитья Лила, также их слуга. Кто еще? Может быть, Амала Ратна провела какое-то время служа Радхи Гопи Валопи Нитья Манджари, провела какое-то время в храме служа Радхи Гопи Валопи. В Риндаванешвари она онлайн. Несомненно, в Риндаванешвари служила Радхи Гопи Валопи Дина Даядри, она служит Радхи Гопи Валопи сейчас. Несомненно, это значимый день для многих из вас, кто сейчас онлайн. И те из вас, кто не выполняли служение им в Бостонском храме, многие из вас, я уверен, видели их изображения. Они проявлены во многих разных местах. И я часто вспоминаю один эпизод, связанный с Радхагубивалабхой. Есть много эпизодов с Радхагубивалабхой. Но я помню один эпизод. Я его знал с самого начала, когда я присоединился к движению. Прупада устанавливал божества. И было три пары божеств, которые Прупада получил от одного муртивала и привезли для установления. Это Радамадова, здесь в Майпуре. Их сделали тот же самый муртивала. И мы им поклонялись много лет, когда приезжали в Майпур. Именно эти божества были на алтаре много-много-много лет. И мы помним эти приезды в Майпур в 70-е годы, когда Радамадова была там. Радха Гакулананда, Радха Гакулананда в Беркли. Они также от того же самого муртивала и Радха Гопивалабха. Прупада установил их в 71-м году. Итак, это 49-я годовщина их явления в Бостоне. И я уверен, в следующем году будет большой праздник, 50-летие установления Радхи Гопивалабхи. Спасибо всем преданным, кто в прошлом, настоящем и будущем станут их слугами. Я не могу представить себе большую удачу, чем возможность быть или стать их слугой. И это часть нашей молитвы, как мы говорим, как мы сказали в начале, медитация на служение. И мы можем надеяться, молиться о милости и о поддержке Радха Гопивалабхи и их вечным спутникам, которые могут в форме своей ситх-шариры. Они вечно утверждены в Божественной обители Галлоке, выполняя служение Божественной Чите Радхи Гопивалабхи. И когда мы читали, и как мы читали, Багдену Такур говорит, что есть некоторые спутники Господа, которые свои сады кашарили, такие как Рупа Манджари, простите, Рупа Госвами, и Рагунат Даска с вами, Санатана Госвами. Это их особая вечная форма, как спутников Господа Читания. Но также есть спутники в садах кашарире, которые наблюдаются нами, сейчас в своей ситх-шарире. И если вы молитесь им, несомненно, мы можем надеяться однажды обрести их милость, их помощь в том, чтобы стать слугами Радхи Гопивалабхи или другие божества, которые покорили ваше сердце. Итак, по крайней мере, я подумал, что нужно упомянуть, что сегодня очень благоприятный день. Я думаю, Индулекха, которая тоже была их слугой, совершила служение, напомнив нам об этом благоприятном дне. Если я кого-то забыл, пожалуйста, простите меня. Могут быть еще другие преданные, кого я не вижу сейчас онлайн. Итак, в среду у нас будет в основном джапа-сессия для преданных в Восточной Европе. В субботу утром у нас будет встреча для преданных из Северной Америки. Лекция джапа. А в воскресенье утром для преданных в Восточной Европе у нас будет лекция и джапа. Я думаю, что я обо всем сказал. Мы можем завершить. Таи-си-кшна-чейтанья-пробуньеттянанда, си-двэйда-гадар-хай-сивасири-города-батка-бринда. Харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна-харикшна